Россия и Иран могут разработать общий стейблкоин, обеспеченный золотом. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского реала. По словам экспертов, создать такой токен с Ирана вполне уместно, потому что это более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии. В этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен. Смысл создания такой криптовалюты заключается именно в том, чтобы обойти ограничения во взаимных расчетах между Россией, Ираном и, возможно, другими государствами. Ограничения эти связаны с санкциями со стороны Европы, США, в связи с чем становится затруднительно использовать традиционные обычные валюты доллар и евро в международных расчетах. Центральный банк России выступал против использования криптовалюты в расчетах внутри страны, однако допускал, что они могут стать инструментом для внешнеторговых сделок. В декабре 2022 года Центральный банк объявил, что запустит пилот с заинтересованными участниками рынка. На данный момент криптовалюта в России имеет законодательную основу. Единственное, что запрещено делать с криптовалютой на территории Российской Федерации, это использовать ее именно в качестве средства платежа. В целом, на экономике России введение подобного механизма отразится, наверное, положительно, поскольку позволит обойти те неправомерные ограничения, которые были против России введены. Технически такие платежи несложно организовать. Вопрос только в том, где хранить золото для обеспечения и кто будет играть роль банков-посредников, если стороны все же решат обменять токен на фиат. Карина Саяхова, Универньюс.